Известное произведение Улжаса Сулейменова «Аз и я» теперь можно прочитать на кыргызском языке. Несмотря на то, что книга написана давно, это первое зарубежное издание казахстанского писателя на языке одного из центрально-азиатских стран. Торжественная церемония презентации на днях прошла в Бишкеке. Организаторы говорят, что это часть большой работы, проводимой для реализации задач, прописанных президентом страны в его статье «7. Граней Великой Степи». Автором кыргызского перевода известного произведения Улжаса Сулейменова стала Исиля Рахимова. Кандидат наук, она долгие годы работала научным редактором Кыргызской советской энциклопедии. Автор более 200 научно-популярных статей, переводчик со стажем и глубокими познаниями в литературе, говорит, что каждую из глав книги Улжаса Сулейменова «Аз и я» она не только адаптировала к кыргызскому языку, но и исследовала как ученый. Ещё интересно было читать и переводить о заимствовании языков. Очень интересно. Там приводится пример, 60 таблиц, и привозятся заимствованные слова, из тюрк, о которых мы до сих пор применяем, и даже в русском языке. Выпускающим редактором издания стал лауреат государственной премии профессор Четин Джумагулов. Рецензентом выступил тюрколог, академик Тюркской академии, профессор Кадралы Конкубаев. Оба известны своими научными трудами о богатстве и разнообразии тюркской идеологии, которая стала отправной точкой для многих этнокультурных систем. Некоторые из них актуальны и в современном мире. Вообще-то тюркская идеология, она не националистическая. Вы понимаете, в чем ее величие? Она интернациональная, направлена на то, чтобы объединяться, дружить и защищать родину и свою землю. Книга «Аз и я» увидела свет благодаря поддержке казахстанского посольства в Кыргызской республике. А ее презентация прошла в рамках реализации целей, описанных в программных статьях президента Нурсултана Назарбаева, модернизации общественного сознания и семь граней Великой степи. В тираж книги «Аз и я» на кыргызском языке – одна тысяча экземпляров. Все они будут розданы библиотекам Кыргызстана, в том числе и профильным, то есть тем, которые находятся при высших учебных заведениях. Таким образом, творчество Лужаса Сулейминова станет для местных студентов ближе и доступнее. Бака Чермаша, специально для Хабар-24, Мишкек, Кыргызстан.